Здравствуйте, мои дорогие! Желаю вам шикарного просмотра! Благодарю вас за лайки и за комментарии! Ну что же, взлетаю! Приятного просмотра! Здравствуйте, мои необыкновенные! Здравствуйте, мои звездочки! Здравствуйте, мои планеты! Здравствуйте, мои галактики! Мои богини! Я счастлива видеть вас на своем канале Тара Солнца! С вами Евгения, ваш личный таролог! Сегодня буду делать освещение на тему «Мужчина что-то скрывает, и он не хочет, чтобы ты это знала». Мы сегодня разберемся, что же он скрывает от тебя. Подумайте о мужчине, настройтесь, представьте его перед собой, посмотрите на его фото. Это очень хорошо поможет вам настроиться и получить даже через общее освещение максимальное количество информации, конкретно о вашей паре. А что я подготовила для вас? Очень важную технику. Техника исполнения желания. Вот кто загадывает, загадывает то желание, а оно никак не исполнится. И вообще, как правильно загадывать желание для того, чтобы оно исполнялось? Как нужно ставить формулировки? В какое время? Месяца, дня, ночи, года? Все вам расскажу на моем бесплатном телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылочка в первом закрепленном комментарии. Рабочая техника на исполнение любого желания. Поэтому под последним постом ставьте сердечечко и можете прямо прописать свое желание. Оно непременно исполнится. И подробно я вам описала, что нужно сделать для исполнения. Жду вас там. За личными освещениями пишите мне в личку в Instagram, Facebook, TikTok. И девчоночки, отдельно хочу сказать о том, что у меня есть шикарный закрытый телеграм-канал VIP Тару Солнце. Там я ежедневно публикую послания мужчины, Советы Вселенной. Очень много интересной информации, как вы можете трансформировать себя, свою реальность и получать от жизни все, чего вы хотите. Девчонки, мои подписчицы делают просто квантовые скачки. Я раскрываю им тайны Вселенной, поэтому буду счастлива вас видеть для того, чтобы вы смогли трансформировать свою реальность в самую наилучшую сторону и получать от жизни все. Как подписаться на мой закрытый телеграм-канал VIP Тару Солнце? Пишите мне в личку Instagram, Facebook, TikTok. Все расскажу, все дам вам знать. Конечно же, отдельная благодарность вам за вашу финансовую поддержку. На эти деньги куплены карты, свечи. Я занимаюсь благотворительностью и постоянно помогаю людям, животным и птицам для поддержания гармонии нашей галактики. Поэтому то, что вы желаете, отправляйте мне вернется вам в тысячи раз больше. С удовольствием приглашаю вас на мои авторские практики «Очищение». Ко мне обращаются люди за очищением своих деток, потому как есть проблемы даже у таких маленьких. И знаете, я безумно благодарна и ценю то, что люди доверяют мне самое родное. Люди обращаются ко мне за очищением родных, близких, своих любимых, себя лично. Это важно, это нужно сделать. И отдельно, конечно же, всегда советую ставить защиту. Практику защиты я также провожу лично для моих клиентов. Это видео, как на YouTube, все подробно разбираем. Работаю с энергиями космоса, работаю с энергиями огня. Не переживайте, это не магия, это не ритуалы. Никаких отлетов, прилетов нет и быть не может, потому как я работаю с наивысшим уровнем. Поэтому Вселенная всегда дает только во благо. Поэтому, кому интересно, буду счастлива вам помочь. Обращайтесь ко мне в личную. И говорю о том, что в телеграм-канале есть фейковые аккаунты, которые пишут от моего имени. Предлагаю услуги, ритуальчики, раскладики. Я никому лично сама никогда не пишу. Оплаты в рублях нет и не будет. Поэтому не ведитесь, девчоночки. Если получили подобное сообщение, там они копируют и авку, и название моего канала сразу в блог. Потому как я сама никому никогда не писала и не пишу помощников, у меня также нет. Это все с камеры, которые наживаются. Ну что же, предупредила вас, моя любимая. Сейчас мы посмотрим сигнификацию мужчины, в каких энергиях выбрал он сам эти колоды. Да, это каждый раз мужчина сам говорит мне, через какие источники он хочет передать вам информацию. Поэтому сегодня он захотел сигнификацию сделать на этой колоде. Давайте посмотрим, в каких он энергиях. Называйте его имя, дата рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Представьте, подумайте о нем прямо в комментариях. Пропишите ваши имена. Если не хотите обозначать имена, первые буквы, либо же сердечко поставьте. Дайте знать вселенной, что вы готовы принять эту информацию. Отдельная благодарность вам за сердечки, которые вы отправляете мне. Вы знаете, что вот это тепло энергии вашей нежной от души вернется вам в самом наилучшем аспекте. Уже проверено тысячи, тысячи, тысячи раз. Мои подписчицы и подписчики говорят мне об этом. Поэтому вам не сложно поставить лайк. А мне очень приятно, потому как я даю вам такую уникальную информацию, которую вы нигде и ни у кого не получите. Какой ты сегодня? Давайте посмотрим. Ух ты! Пришел мужчина, который трансформирует себя, свою реальность. А здесь возможно у некоторых мужчин прям была угроза жизни. Но, например, если была операция, либо же предстоит операция, и определенные медикаменты вводятся для того, чтобы человека буквально немножко отвести в мир иной. Здесь также просматривается этот аспект. Освещение общее. Каждый слышит своё. Но, тем не менее, я озвучиваю всю информацию, которая идёт с потока. Мужчина-трансформатор. Меняет вас, меняет себя. Сейчас у него в жизни происходят просто колоссальные изменения. Какой ты ещё сегодня? Слушайте, ума прям набрался, девочки. Прям сегодня он говорит о том, что я набрался ума. Я раньше стоял на перекрёстке двух дорог, и сейчас я сделал мудрый и правильный выбор. Вау! Какие шикарные сознания, сигнификации какой-то ещё сегодня. Давай, показывай. А он никому не говорит о том, что он понял о том, что он будет делать эта информация закрыта. Эту информацию вы можете получить только от меня. Здесь внешне он и вида не подаст. Почему ты такой засекреченный? Потому что это моя тайна, он говорит. Видите, как я с потока информацию раньше считываю, даже чем карты говорят. У меня есть цель, и я к ней приду. Только, знаете, как очень много змей каких-то в окружении его, которые пытаются влезть в его пространство. Кстати, и в ваши также. Какая-то змея вьётся вокруг вас, пытается скопировать, пытается вас обвинить в чём-то, пытается как-то ужалить вас. Поэтому он говорит, что это не то, что нужно выносить на людей. Это не то, что нужно говорить к своей цели. Я приду. Но я знаю моих врагов. Я знаю моих завистников. И поэтому все свои мысли я держу при себе. Почему ушла информация, что он не говорит. Какой-то ещё сегодня. Кубковый пришёл рыцарь. Мужчина, возможно, у вас младше. По возрасту, либо же по развитию у кого-то. По росту, девочки. У каждого своё водного знака зодиака. Возможно, по солнцу, по луне, по асценденту. Но вы знаете, те, кто мои постоянные зрительницы. Кубковость говорит о том, что мужчина влюблённый. О том, что у него действительно есть чувства к вам. Но сейчас у него идёт какой-то крах. Что-то у него рушится. Какая-то стабильность, которая была ранее, у него рушится. Давайте посмотрим, что у него рушится. Это же важно знать. Напишите мне в комментариях. Вам важно знать эту информацию? Я считаю, что это очень нужно знать. Что у тебя рушится? Девочки, здесь магия была. Мужчина. Женщина сделана. Так, очень интересно. На длительный период времени, либо же длительное время, мужчина был будто бы под куполом. Мужчина будто бы носил, знаете, на голове не свои мысли. Тяжесть очень сильная была. Очень сильные головные боли у мужчины были. Также идёт информация о том, что ему не давали будто бы услышать свои мысли. И эта женщина управляла им, советовала. Но ещё по карте Луна здесь очень может быть, что это именно магия, магическое воздействие. Также, возможно, у кого есть ещё мать у мужчины, здесь просматривается как женская энергия. То есть она его видит как своего ребёнка. Если вы знаете, что у него матери нет. Но здесь какая-то женщина, которая есть в её пространстве, она его причём воспринимает как за того, кого нужно учить, научить. Причём на протяжении длительного времени. И сейчас он говорит, что всё рушится. Кто обращался ко мне за практиками очищения мужчины от магии, здесь практики шикарно сработали, девчонки. Поэтому вам совет от Вселенной, кто хочет убрать это воздействие, пишите мне в личку. Мы можем провести практику, которая уберёт это всё. Вам уже подсказка. Просто, знаете, мольба мужчины. Да. Да. Выведет его с этого состояния. Не сразу сразу, могу сказать. Не сразу. Карта медленная, но карта рабочая. То есть результат будет достигнут. Результат будет достигнут. Ну что же, давайте посмотрим вашу сигнификацию. Я знаю, что вы очень любите, что вы очень просите меня смотреть на вас. Также давайте посмотрим, что скажет Вселенная о вас. Какая богиня у меня? Каких энергиях сегодня она? Заботливая. Возможно, земного знака зодиака. По солнцу, по луне, по асценденту. Что-то горячее пьёте. Какие-то горячительные напитки. Или уже пар, дым. Кто-то, возможно, с душа, с ванной вышел. Либо же на улице туман. Возможно, знаете, когда горячую воду включаешь, вот сразу пар идёт, если у вас похолодание. Возможно, кто-то лечится, вот да, вдыхая тёплое. Тёплое. Можно сейчас выпивайте какой-то горячий напиток, когда просматриваете. Хозяюшка, много дела сделали. Либо же собираетесь делать. У вас всегда всё распланировано. Здесь вы не идёте на обумку. Когда-то, а как получится, нет. У вас всё заранее предопределено. Кто-то здесь какие-то чашки, какая-то посуда, девочки, идёт. Кто-то кушать готовит. Кто-то думал. Кто-то просматривал рецепты. Чтобы приготовить. Чтобы накрыть. Возможно, у вас какие-то праздники идут. Либо же вообще планируете. Почему-то идёт информация конкретно о принятии пищи, либо же напитков. Возможно, в магазин собрались. Думаете, что нужно купить, прикупить, что собрать. То есть тут прям список какой-то идёт. Либо же список прописываете, либо же в голове у вас целый список дел. Список дел. Какая ещё моя богиня сегодня? А вас вселенная сегодня защитила от какой-то змеюки, которая в вашем пространстве вилась. Вас вселенная буквально отрезала от неё. И дала той по мозгам, девочки. Вот как есть, так и есть. И та осталась, знаете как, с поджатым хвостом. Да? Вот знали вы, не знали. Вселенная вас отвела. Причём так отвела, что той, которая вилась вокруг вас, возможно, следит, пасёт, копирует постоянно. В вашем пространстве находится. Вселенная буквально отрезала её от вас. Так, очень интересно. Ну и мужчина, конечно же. Вот выходит. Кубковый король на вашей сигнификации. Любимый в вашей голове. Ну, я вижу, что вы хорошо настроились на освещение. Возможно, сегодня просматривали. Смотрели на себя в зеркало, либо же фотографии просматривали ваши, либо же его фотографии. Прямо вижу. Когда настраивались, возможно, перед освещением, здесь очень сильно его энергии фонят. Ну что же, девчонки, я думаю, что сейчас именно и время конкретно нам рассмотреть основной вопрос, потому как я вижу, что энергетически вы буквально его обнимаете в этот момент. И это шикарно, потому что информация сейчас будет конкретно у вашей пари. Что ты скрываешь? Кубковый, что скрываешь? Что ты не хотел, чтобы знала моя богиня? Что он скрывает от тебя? Прямо пропишите в комментариях, для того, чтобы информация формулировалась конкретно у вас. Что скрываешь? Опять кубок. Вот какую колоду не бери. Вот выходят эти кубковые карты. Вот все равно мужчина здесь у многих младше по возрасту, по развитию, по духовному развитию, ребенок. Но он скрывает, что он еще ребенок. И не важно, сколько ему там лет, и не важно, какое положение в обществе занимает. Но говорит, я мальчишка, который познаю новый мир, новую реальность. Ну не зря он выходил в трансформации. Понимаете? Он заходит на новый этап. И этот этап до него новый, иной. Тот, который до него, знаете, как новый путь. Но здесь мужчина вынужден сам своё. Смотрите, как раньше он говорил так. Всё, всё, что я говорю, всё, что я думаю, это правда, это истина. То есть мужчина полагался на определенные рассуждения разума. Но тут прилетело, ему так прилетело. Сердце-то разбилось у него. И все его утверждения разума улетели в тартарары, девочки. Так, а почему же так? Давай рассказывай. Это же он скрывает, это же он не говорит. А просто волосился, говорит я. Всё пытался умом объяснить, всё пытался словами как-то найти ответы на все вопросы, но через именно ум, не через сердце. Карта мечевая, карта чисто размышлений, доказательств. А первая энергия кубковая, это душа. Это душа, это чувство, это состояние, ощущение, нежность, сердце. А сердце у него разбито, разбито. Причём на сколке буквально разлетелось. И не может он себе объяснить, да что же это такое, что же ты скрываешь. Очень сложно. Очень тяжело. У мужчин идёт внутренняя борьба, когда он буквально из последних сил пытается себя воедино собрать. Но чем больше он пытается себя собрать воедино, тем больше идёт саморазрушение у него. Ещё что скрываешь? Он скрывает, что живёт в прошлом. И это прошлое он, знаете, как бережёт, как самое-самое дорогое. Воспоминания о вас. Понятно, что я делаю освещение на пару. И прошлое для него, это настолько уникальная драгоценность, которая закрыта от всех, которые он, знаете, как садится в тёмной комнате, буквально раскрывает эту шкатулочку, где у него воспоминания о вас. Греет своё сердце, закрывает, прячет и уходит. Вот так. Не говоря никому, не делится он ни с кем этим прошлым. Что ты ещё скрываешь? Так, это что? Магия какая-то разрушена. Магия разрушена любовью. Я здесь не удивлюсь, что у мужчины вообще по роду передавался определённый какой-то негативный аспект. магический, который, например, по мужской линии причём идёт. И здесь ему Вселенная дала шанс в виде вас на то, чтобы эту магию разрушить. То есть как новое начало вы идёте в его реальность, которая рушит то, что уже буквально столбом каким-то стояло. И это вы, девочки. Это вы. Дар Вселенной. Ничего себе информации. Просто космос. Давайте ещё смотреть. Что он ещё скрывает? Мечтает о вас. Причём мечтает о вас, как о своей паре. Вы для него по карте звезда мечта. Далёкая. Возможно, на далёком расстоянии находитесь друг от друга. Но он скрывает о том, что он видит вас вместе парой. И это его мечта. Его мечта быть с вами вместе. Причём по десятке. Кубковой, не пентакливой. Здесь, когда ты чувствуешь духовное умиротворение, когда ты не по каким-то пентакливым, определённым, финансовым, либо же выгодным аспектам сходишься с человеком, и ты понимаешь, что это выгодно тебе, то здесь он говорит абсолютно не о том. Он говорит, что именно с тобой мне хорошо, духовно, комфортно. Когда ты чувствуешь в середине, вот такой вот нежность, спокойствие, уют и умиротворение. Он говорит о том, что мы уже были с тобой вместе раньше. Возможно, кто-то смотрит на бывшего партнёра, кто-то в этом воплощении, кто-то ранее. Вы уже были вместе, понимаете как? И здесь он говорит о том, что я будто бы помню, я вспоминаю это состояние, эти радужные энергии, эти переливы, кто видит ауру, переливы, цвет вашей ауры, именно цвет ауры вашей пары. Он говорит, я вижу это. Ему сложно это объяснить. Для него это, знаете, как будто бы воспоминания из иной жизни, но фрагментами он это видит, и он это чётко ощущает, осознаёт, и он понимает, что это то, к чему я действительно иду. И шикарно у него сейчас проходит трансформация, то есть изменяется полностью мировоззрение. А что ты ещё скрываешь от моей богини? Что он любит вас, девочки? Он скрывает это. Здесь мужчина не признаётся в реальной жизни, он не пишет вам сообщений, я люблю тебя, я чувствую соединение наших душ, наших тел, мне комфортно, мне легко, я тянусь к тебе, я хочу быть с тобой, ты моя мечта. Он не говорит вам этого, потому что мы сейчас смотрим конкретно под аспектом, что он скрывает. И он скрывает то, что он действительно любит вас, он наполняется вами. А вы, интересно, полная противоположность, возможно, цвет кожи разный, возможно, находитесь на разных континентах, разных странах, разные традиции у вас, разные языки, возможно, кто-то с большого города, кто-то с маленького. Здесь идет огромная разница между вами, но именно эта разница в вас и как им и я, знаете, соединяет воедино. Что ты еще скрываешь от моей богини? Он постоянно думает о вас, он постоянно мечтает, визуализирует, особенно, когда смотрит на солнце. У него идет очень сильная ассоциация с солнцем, когда он видит солнце, он думает о вас. Возможно, у вас есть фото, либо же песни, либо же вы говорили, возможно, он вам отправлял фото с закатом. Вот здесь он говорит, что каждый раз, когда я вижу солнце, я думаю о тебе. Это он скрывает о вас. Что еще скрываешь? Девчонки, вы для него богиня, вы для него лучшая. Он говорит, что лучше тебя я никогда не найду никого. Ты мне дана судьбой, мне просто в эту секунду закружилась голова, такое чувство, что в другую реальность он меня перенес и говорит, что ты будто бы с иного мира, без другого мира, но ты дана мне вселенной, будто бы, знаете, как соединили вас. Вас сила девочки, сила его любви. Он говорит, я люблю только тебя. Вот здесь мужчина всю жизнь будет любить только вас. Вот выходит он наконец в энергиях кубкового короля, тупажиком был, а сейчас говорит о том, что я люблю тебя настолько сильно, как, знаете, вселенная вот любит всё своё создание. Ну вот, вот что-то такое вот он говорит просто, я не знаю, сложно перевести на земной язык, я пытаюсь как можно максимально вам приблизить, но он говорит, что настолько сильно, как я люблю тебя, здесь даже на земле нет таких сравнений. Вот о чём он говорит. Сила моей любви это ты, к тебе сила моей любви. Вот такие вот речи он говорит. Что ещё хочешь передать моей богине? В те моменты, когда мы не можем быть рядом, я вспоминаю наше прошлое, и я вижу тебя в будущем в роли своей жены, и только тебя я вижу. Я здесь сразу видела, что неважно кто есть в его окружении, с кем он общается, да они вам и в подмётки не годятся, потому что мужчина полностью сфокусирован на вас. Ну что же, моя любимая, желаю, чтобы всё только самое светлое, лучшее вошло в вашу жизнь, в вашу реальность. Такое шикарное освещение, которое нужно переслушать вам, как минимум, несколько раз, потому что информация просто космос. Благодарю вас за ваши лайки, за вашу финансовую поддержку, всё, что вы пишете, желаете, мне вернётся вам в тысячи и тысячи раз больше. Я же буду с вами счастлива встретиться на моих остальных освещениях, обнимаю вас дышать. Пока-пока. Пока-пока.